Минувшее лето для русского театра можно было бы назвать летом Леонида Шевцова. Сотни зрителей отправились в усадьбу Загород, где играли спектакль «На хлебник». И где за главную, или, как прежде говорили, бенефисную роль, сыграл наш сегодняшний гость. Впрочем, и этот год тоже можно назвать годом Шевцова, ведь этому выдающемуся мастеру сцены исполнилось 85 лет. Леонид Трофимович, добрый вечер. Добрый, добрый. У вас за спиной столько ролей, столько работ с интересными режиссерами. Есть ли тот момент, который хотелось бы вспомнить? Что было самым запоминающимся за эти годы творчества? Это далекий 60-й год, когда я заканчивал театральный институт, и моя однокожница Лилиан Малкина привезла меня в гости показать Таллин. И когда я вышел из поезда и увидел Выжгород, я понял, что вот мое место. Живи здесь, Леонид, работай. Ну да, и умереть можно. И если бы сегодня была возможность что-то поменять, вы бы поменяли? Нет, никогда. Это мой крест, моя любовь, моя жизнь, моя профессия. Тащи, говорят. Вот я и тащу. Помните ли Вы самый первый свой выход на таллиннскую сцену? Да, я помню. Вы знаете, это был такой Иван Анилович Росомахин, известный в Таллине и педагог, и режиссер. Он поставил спектакль «Щедрый вечер» по прессе, по-моему, «Блажек» шведской. Чешская песса сейчас, по-моему. И вот я тогда вышел, и, по-моему, мы тогда имели успех определенный. А помните свои чувства? Волнение, оно всегда в нашей профессии присутствует. Ну, как без волнения так? А когда человек занимается на сцене делом, главное, что ты делаешь на сцене, что ты хочешь. А когда я начинаю делать то, что мне хочется, волнение просто проходит, и я занимаюсь делом на сцене. Как будто бы никого нет, и Вы совсем один. Ну, с партнерами, с партнершей, и с режиссером, который в зале сидит и так мигает лампочкой, чтобы я что-то там побыстрее или погромче говорил. Это театральные нюансы, при которых это естественно. А какая из ролей Вам ближе всего? В какой роли мы могли бы узнать, например, Вас? Я очень люблю роли, в которых есть судьба человека. Понимаете? Не просто человек, он хороший, плохой. А рассказать, какой он был в детстве, какой он был раньше. Вот для меня был, конечно, подарок судьбы. Это мой летний проект. Это вот нахлебник по Тургеневу. Я получил неизвремое, неисчислимое большое удовольствие. Потому что, во-первых, дирекция меня поселила в этой мызе-сагоде. Я жил вот в этом поместье. Я гулял по этому саду, этого пруда. Вот как-то мне так напиталось. И повезло со зрителем. Какой-то пришел очень театральный зритель, который... Ну, мы на одной ноте с ним разговаривали. И это было для меня приятно, потому что женщины обнимали меня, целовали, благодарили. А я был счастлив. И даже слегка заплаканными глазами иногда. Это был подарок судьбы. А есть роли, которые вам не удалось сыграть, но хотелось бы, потому что была какая-то тяга к ним, неописуемая? Таких ролей много. Но самое главное, что я... Сожалею, что я уже не сыграю короля Лира. А вот как сыграть его, я сейчас знаю. Я знаю. Но, к сожалению, вот дома и сыграю. До единой этой роли. Спасибо вам огромное. Мы, конечно же, тоже поздравляем вас с юбилеем. И большое спасибо за все ваши роли. Спасибо вам. Всего вам наилучшего. Спасибо. С его театром в его актерах. И в этом смысле наш русский театр может своей труппой гордиться. Талантливая молодежь, прекрасное среднее поколение. Посмотрите хотя бы завтра великолепный спектакль «Мальчик, который видел в темноте». И вы в этом убедитесь. И, наконец, плеяда ярких звезд, отдавших театру десятки лет. Сегодняшний юбиляр Леонид Шевцов всегда любил повторять о вопрос одного из великих режиссеров, чем будете удивлять. Нам кажется, что вся жизнь и творчество нашего гостя заслуживают и удивления, и восхищения.